Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире тележурнал «Кузбасский ковчег». С вами я, его ведущая Юлия Ланская. Смотрите сегодня в программе. Без комментариев. В нашей постоянной рубрике предлагаем окунуться в атмосферу празднования Крещения Господня в главном храме Кузбасса. Святочные дни. Глава Митрополии возглавил богослужение в Соборе Рождества Христова. Божественная литургия и Великая Вечерня. Митрополит Аристарх помолился вместе со священнослужителями и прихожанами двух храмов Прокопьевска. Новопостроенный храм. Кузбасский архиерей совершил чин малого освящения церкви в честь святителя Луки Крымского. Престольный праздник. В Юргинском храме в честь 14 тысяч вифлеемских младенцев состоялась праздничная литургия. Редкие и известные рождественские композиции. Архиерейский квартет Кемеровской епархии выступил в музыкальном театре Кузбасса совместно с солистами ансамбля «Славница». Песня «Славница» Песня «Славница» Песня «Славница» Песня «Славница» Песня «Славница» В день памяти святого князя Александра Невского 6 декабря 2022 года по благословению правящего архиерея из города Переиславля для перенесения в пределы Кемеровской парфии была направлена икона в Собор Небесных Покровителей Лавры Святой Руси. Сегодня великий двунадесятый праздник Крещения Господня, образ Собор Небесных Покровителей Лавры Святой Руси мы передаем и возвращаем вам как директор Международного Центра Святой Лавры Руси Ковославной для возвращения иконы в Переиславскую и Парфию. Пользуясь случаем просить Пресвятую Богородицу Державного, Собирательницу Наших Семель, Русской Православной Церкви, Российского Государства, хвалить Бога за Кузбасс, за Донбасс и за всех за нас. 9 января митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх совершил Божественную Литургию в Соборе Рождества Христова, выстроенном в Новокузнецке при Кузбасской Православной Духовной Семинарии в память о погибших шахтерах Кузбасса. Высокопреосвященному архипастырю сослужили клирики Кемеровской и Новокузнецкой епархий. В Соборе молились учащиеся преподаватели и сотрудники Духовной Школы Кузбасса. Во время малого входа митрополит Аристарх наградил клирика Собора священника Дмитрия Вострикова правом ношения на перстного креста, а священника Евгения Романова правом ношения на бедренника. На сугубой тени были прочитаны прошения Святой Руси, а затем архиерей вознес молитву об Отечестве. Завершив Божественную Литургию, Владыка вместе со служителями совершил славление у иконы Рождества Христова. По окончании богослужения настоятель храма и первый проректор Кузбасской православной духовной семинарии, священник Андрей Маяренко поблагодарил ректора за посещение Духовной Школы, за общую молитву и совершенную хиротонию над учащимся семинарием. К этому великому и святому дню в Церковь ежегодно всех нас с вами готовит через особый период, через поприще сорокодневного рождественского поста. Подобно как и к самому великому, центральному, главному празднику – Пасхе Господне. Поэтому основной смысл этих святых рождественских дней заключается в том, чтобы напомнить каждому человеку о самом важном, о цели его земного бытия, заключающегося в умножении нашей любви к Богу и к пришнему. Затем в актовом зале семинария состоялся торжественный акт. Во вступительной речи митрополит Эристарх рассказал собравшимся о бытовах прошедшего года, а также поздравил преподавателей, сотрудников и учащихся с праздником Рождества Христова и наступившим новолетием. Первый проректор зачитал письма и телеграммы, пришедшие в адрес семинарии, от председателя учебного комитета Русской Православной Церкви, протоиерея Максима Козлова и ректоров высших духовных учебных заведений. Затем перед собравшимися с рождественской концертной программой выступили преподаватели и учащиеся детской музыкальной школы номер 40 города Новокузнецка. На святках митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх совершил праздничное богослужение в Прокопьевских храмах. 8 января он служил вечернюю в храме Покрова Пресвятой Богородицы. На малом входе клирик Покровского храма священника Иоанн Шаромов был удостоен очередной иерархической награды – правоношения камеловки. После возглашения Великого Прокимна митрополит прочел отрывок из Евангелия от Матвея, повествующей о земном Рождестве Господа нашего Иисуса Христа. Иисус Христово Рождество осит себе, обручение его бывшей Матери Его, Марии Иосифови, прежде даже не снитесь аима, обретись аимущего чреве от Духа Святого. По окончании богослужения настоятель храма Иерей Евгений Шосток поблагодарил владыку Аристарха за совместную молитву в святочные дни. Слово «Спаситель» открывает нам тайну рождения Иисуса Христа, его воплощение и цель земного служения. И эта цель заключалась в том, чтобы спасти человеческий род. На следующий день высокопресвященнейший владыка совершил божественную литургию в соборе Рождества Иоанна Предтечи города Прокопьевска, втором кафедральном храме Кемеровской епархии. За богослужением пел хор собора Рождества Иоанна Предтечи под управлением Натальи Покидовой. Во время малого входа клирик храма иконы Божьей Матери и скоропослушница в Киселевске, священник Сергей Башкиров удостоился богослужебной награды – правоношения камеларки. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергеевы Лавры, Священно-Архимандрита, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и пресно, и вовеки веков. После пения запричастного стиха священник Алексей Градусов зачитал рождественское послание правящего архиереи. По окончании литургии священнослужители во главе с митрополитом совершили славление перед иконой Рождества Христу. Православных прокопчан с праздником Рождества поздравил глава города Максим Шкарабейников. Главный смысл значения этих святых рождественских дней напомнить вновь человеку о самом главном и важном, о цели его земного бытия, заключающегося в умножении нашей любви к Богу и к ближнему. Митрополит Аристарх поблагодарил настоятеля храма и мэра Прокопьевска за радушный прием, а в завершении поздравил священнослужителей и православных христиан города с праздником и преподал общее благословение. В конце первой декады января митрополит Кемеровский Прокопьевский Аристарх совершил чин малого освящения новопостроенного храма в честь святителя Луки Крымского. Святыню возвели в микрорайоне Ясная Поляна города Прокопьевска. Перед началом богослужения иерарх обратился к собравшимся в храме со святительским словом, в котором напомнил обстоятельства из жизни архиеписка по Луки воина Есенецкого, который прославлен церковью в лике святых. В 1946 году решением Синода Русской Православной Церкви он был определён на другую кафедру. Стал архиепископом Симферопольским и Крымским, которым оставался до конца своей человеческой жизни. Он умер 11 июня 1961 года. был погребён в Симферополе, где и ныне находятся обретённые его святые мощи в 1996 году. Недостойные рабы Твоя в умилении сердец, совершающие освящение храма сего в честь святителя Луки Крымского, в славном благолепии созданного к славе Твоей. Не спасли пресвятаго Твоего Духа и освяти храм сей, и утверди его до скончания века цел и непоколебим, и, сподобив в нем молитвы и словословия, всегда Тебе приносите всех людях Твоих. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!» Совершив освящение, архипастырь поблагодарил настоятеля храма за понесённые по созданию святыни труды, а также отметил общецерковными и епархиальными наградами участников строительства. Протоиерей Роман Чеп удостоился ордена преподобного Сергия Радонежского третьей степени. Медаль за служение Русской Православной Церкви в Кузбассе получил генеральный директор общества с ограниченной ответственностью строитель Иван Баркетов. Кроме того, архиерейскими грамотами были награждены строители и руководящий состав этой и двух других компаний. «Награды и благодарить за труды, для Бога, здоровья, успехов». «Не устраивал Виктора Леонидовича, главного инженера компании «Энерго-проект наладка». Завершив церемонию награждения, митрополит Аристарх преподал свое благословение и пожелал общения расширяться и быть активной в своей жизни на благо Церкви и Отечества. 11 января митрополит Кемеровский и Прокопевский Аристарх посетил Мариинскую епархию, где вместе с епископом Мариинским и Юргинским Иннокентием возглавил торжества престольного дня храма 14 тысяч вифлеемских младенцев Юрки. В особенный для общины день архипасторы совершили божественную литургию в сослужении клириков Мариинской и Кемеровской епархий. На сугубой их тени Диакон возгласил особые прошения об Отечестве, а после нее архипасторы вознесли молитву о Святой Руси. Перед причащением Мариин в храме огласили рождественское послание митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха. Вас и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и вовеки веку. Завершив божественную литургию, архипасторы вместе со служителями, совершили славление у иконы Рождества Христова. Также архиереи совершили окропление святой водой по случаю престольного дня. Благослужение завершилось провозглашением многолетий. В своем слове после общей молитвы митрополит Аристарх отметил, что рад откликнуться на приглашение епископа Иннокентия и совершить литургию в вместе с управляющим Мариинской епархией. На память о совместном служении глава митрополии передал в дар приходу икону Божией Матери Покров над землей Кузнецкой. Пусть этот покров хранит вас, дорогой владыка, вашу пасту, священнослужителей Мариинской и Югинской партии и их подвиги служения на пути по спасению. Сердечно благодарю вас, дорогой Владимир Аристарх, за теплые слова поздравления за ваше отеческое внимание в своей пастве на территории нашего родного обширного Кузбасса. В ответном слове правящий архиерей приветствовал гостей, сказал краткое слово о пришествии в мир Спасителя, поблагодарил за радость общей молитвы. На новогодних праздниках в Музыкальном театре Кузбасса звучали рождественские гимны и народные песни «Слово я стала, когда сень не бывало, на дверке подсветной разною, свето засияло». Перед зрителями фойе театра выступил сводный коллектив ансамбля «Славница», руководитель и дирижер Валерия Грибачева и архиерейского квартета Кемеровской епархии. В программу вошли как знакомые всем рождественские композиции, так и песни, известные лишь в отдельных регионах страны, песни на других языках или иностранные в переводе Валерии Грибачевой. Отметим, что эта работа была проведена специально для рождественского вечера. от выступления у зрителей остались самые приятные впечатления. Удивительная мелодичность исполненных композиций смогла точно передать праздничное, приподнятое настроение святочных дней. Музыка. 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 Уважаемые телезрители, нам очень важно знать ваше мнение. Оставляйте свои предложения и комментарии по адресу или телефону, который вы видите сейчас на своих экранах. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся!